В рамках программы «Ты и закон» мы сегодня решили пообщаться на тему превенции коррупции. И мой спикер сегодня — это Натарий Зайкваул, заместитель руководителя управления превенцией департамента агентства по противодействию коррупции по городу Шенкен. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос по делам, которые вы расследовали. Вообще, сколько было таких дел? Благодарю. Борьба с коррупцией определена как одно из ключевых направлений государственной политики. Главным приоритетом реализации антикоррупционной политики является превенция, то есть формирование антикоррупционной культуры, внедрение принципов добропорядочности, открытости, выявлению и устранению коррупционных рисков. Помимо предотвращения коррупции, важными принципами остаются верховность закона и неотвратимость наказания за коррупционные правонарушения. Их реализация для нас является приоритетной задачей и осуществляется использованием уголовно-правовых механизмов. По поверчению руководства, деятельность вообще агентства была полностью переориентирована, изменены подходы к оценке работы, отказавшись от гонки за показателями. За 10 месяцев текущего года департаментом зарегистрировано 124 уголовных дел, из которых 87 связаны с коррупцией. С начала года к судебной ответственности привлечены 68 человек. Вот вы сказали, что превенция. В чем главная отличие от профилактики? Это равнозначные. И теперь вы сказали, что сейчас упор сделан на качество, а не на количество. Значит ли это, что раньше был немножко другой подход? Так точно. Если вы посмотрите в открытом доступе, как раз у нас есть проведение коллегии агентства, там как раз все эти направления и говорят, что раньше, если была палочная система, больше коррупционеров, это значит хорошо для антикоррупционной службы. Но в конечном итоге проигрывал кто? Проигрывал рядовой народ. Деньги, если были похищены, строительство не завершено. Это все остается просто так. Теперь же, чтобы этого все не происходило, к антикоррупционной политике работает не только само агентство, но также и привлекаются представители общества, неправительственные организации. Также сами госорганы, мы обучаем их, как предотвратить те или иные коррупционные правонарушения посредством таких механизмов, институтов. Я не скажу, что они новые, но тем не менее, они реализуются. Это антикоррупционный мониторинг и анализ коррупционных рисков. Выделены соответствующие правила, все там черным по белому написано, что нужно, с чего нужно начинать вообще госорганам, субъектам квази-госсектора, для того, чтобы изучить не только свою деятельность, но и сферу, которую она затрагивает. Поэтому в этом направлении работа огромная ведется. Относительно недавно было заявлено, что в Шенкенте названы, если я не ошибаюсь, 17 сфер с повышенным коррупционным риском. Вообще в Шенкенте на самом деле сколько этих сфер? Скорее всего, вы имеете в виду карту коррупционных рисков. Стоит отметить, что каждый регион, у него есть своя характеристика коррупционных правонарушений. В этой сфере больше, в этой сфере меньше. Поэтому совместно, можно сказать так, с руководством, совместно с общественностью были подготовлены такие карты коррупционных рисков. В настоящее время у нас порядка 15 таких сфер, которые более-менее привержены коррупционным правонарушениям. Если говорить так, что, например, в текущем году наиболее количество преступлений выявлено в следующих таких госорганах, как транспортный контроль, здравоохранение, социальное обеспечение, жилищное строительство и жилищные отношения, образование, цифровизация, спорт и, конечно же, правоохранительные органы сами. Мне вот интересно, дорожный контроль вообще когда-нибудь бывал? Такое ощущение, что в прошлые годы это была одна из самых таких сфер. Да, большинство жалоб, можно сказать, и в социальных сетях мы видим. И не только этот, мы закончили как раз анализ коррупционных рисков в транспортной сфере, сами нормативные правовые акты, есть там риск того, что недоработаны, есть правовые пробелы, которые способствуют таким некачественным ремонтным работам. И, конечно же, отсутствие общественного контроля. Поэтому, помимо тех рекомендаций, граждане, если желают внести свою лепту, я думаю, общественный контроль в этом направлении может снизить коррупционные риски и эту сферу, нужное русло направить. В моем понимании коррупция живет благодаря принципу «спрос рождает предложение». То есть, покуда есть те, кто готов давать, есть те, кто готов брать. И опять же, те, кто готов брать за свои услуги то или иное вознаграждение, следовательно, есть те, кто будет это вознаграждение приносить и давать. В этом случае, насколько я знаю, есть ответственность и тем, в отношении тех и других. Вот об этом я знаю. Да, правильно. Стоит отметить, что согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан, не только тот, кто берет взятки, тот, кто дает и оказывает посреднические услуги в этой сфере, оказываются лишением свободы от 5 до 15 лет. Ну вот как быть человеком? Он пришел, он не может решить свой вопрос, его гоняют по кругу. И потом появляется добрый человек, который говорит, как ты никак не поймешь, что пока ты не принесешь мзду, твой вопрос не решится. И он уже загнанный в угол, он просто вынужден прийти и дать. Вот как ему поступить в этой ситуации? Вот он в этом загнанном углу находится. Понял. Есть такие моменты, когда существуют административные барьеры. Или же те нормативные правовые акты дают такие полномочия госорганам и квази-госсектору, когда они на свое усмотрение могут те или иные вопросы решать. В таком случае мы видим в этом во всем коррупционные риски. Призываем людей, если они столкнулись с такими проблемами, звонить в колл-центр 1424 антикоррупционной службы. Или же обратиться непосредственно в департамент Хазбек-Би-3. У нас здесь антикорр-ортолог. Сотовыми заявлениями здесь каждый день мы сидим. Можете прийти в вопрос свой непосредственно ту проблему, которую есть, поставить. Мы здесь уже будем в рамках законодательства все это рассматривать. Тогда вопрос конфиденциальности и анонимности. Допустим, рассматриваете ли вы анонимные жалобы? Первый вопрос. И второй. А если нет, человек пришел, вам раскрылся, не получится ли завтра, что в отношении него наоборот будут меры какие-то со стороны тех, на кого он жалуется? Да, понимаю. За сообщение о коррупции это лицо под охрану, можно сказать так, под охрану антикоррупционной службы берется. Это все является государственным секретом. Если же он будет это все анонимно говорить, к сожалению, законодательства, анонимные обращения не рассматриваются. Но тем не менее, для превентивных норм мы эти данные все равно у себя держим. То есть, если люди обращаются, говорят, что в этой сфере, в этой организации есть такие-то, такие-то случаи, есть такие-то проблемы, мы обязательно это все под карандаш для себя берем. И используем при проведении антикоррупционного мониторинга и в случае надобности и внешнего анализа коррупционных рисков. Вы уже сказали, что человек, сообщивший о факте коррупции, он становится под охраной вашего ведомства. Правда ли, что сообщать о предполагаемом факте коррупции выгодно? В настоящее время после изменения правил, можно сказать, очень выгодно. Согласно правилам для лиц, сообщивших о фактах коррупционных правонарушений или иным образом оказывающих помощь антикоррупционной службе, предусмотрены разовые денежные вознаграждения. Поощрение граждан способствует, можно сказать так, раскрытию коррупционных преступлений, осуществлению после вынесения судебного приговора в отношении лиц, о которых была представлена информация, обязательно рассматриваются. Антикоррупционная служба гарантирует анонимность и полную конфиденциальность таких данных в отношении физического лица. Стоит отметить, что по правилам, согласно тяжести правонарушения коррупционного, предусмотрено от 30 МРП до 4 тысяч МРП. То есть, в настоящее время, согласно МРП 2024 года, если же человек сообщил нам о таких тяжких коррупционных правонарушениях, решение суда, которое вступит в законную силу, он может получить до 14 миллионов тенге. Ну а вот самый большой размер вознаграждения, если таковый был в 2024 году? В настоящее время отмечу, что в нашем городе до сегодняшнего дня пятерым гражданам было вознаграждение было выделено 8,8 миллионов тенге. На всех? На всех. Также, воспользовавшись вашей программой, хочу народ и граждан города Шимкент призывать, если вы столкнулись с фактами коррупции, можете сообщать об этом наш круглосуточный колл-центр 1424 или же прийти в наш антикорб-центр по адресу Казбек-Би-3. Вот по мониторингу госзакупок. Эта сфера тоже называется одной из самых таких коррумпированных. И более того, говорят, что даже в технических условиях, даже, казалось бы, в обнародованных документах можно спрятать что-то, из чего потом можно иметь выгоду. Вот об этом, если можно. Да, существуют такие риски. Одним из приоритетных направлений самого агентства является мониторинг эффективности использования бюджетных средств. За текущий период департаментам предотвращено нецелевое расходование в городе Шимкенте. Это 6 миллиардов тенге. По инициативе департамента, например, районные акиматы отказались от закупки услуг по установке уличного освещения, где поставщикам предъявлялись необоснованно завышенные требования. Препятствия для бизнеса, такие как обязательное наличие производственной базы, и другого оборудования, также были выявлены антикоррупционными волонтерами. А что с остальными суммами? Вы сказали 6 миллиардов. Да, там по каждому управлению у нас есть такие, можно сказать, проблемные заказчики, которые завышают цены на те или иные услуги. Остальные деньги все были возвращены в бюджет. В каких сферах с начала года, помимо госзакупок, проводился анализ коррупционных рисков? Как я раньше говорил, у нас существуют институты антикоррупционного мониторинга и анализы коррупционных рисков. В текущем году у нас проведено уже 7 внешних анализов коррупционных рисков и антикоррупционных мониторингов, в ходе которого мы охватили такие управления, как физическая культура и спорта, управление занятости, департамент комитета труда, потом управление архитектурой, градостроительства и земельных отношений. По итогам, например, анализа коррупционных рисков в сфере спорта нами даны 34 рекомендации. Выяснилось, например, что 19 тренеров и 13 методистов в различных спортивных организациях незаконно получили звание, например, тренер первой категории высокого уровня и методист также первой категории на основании таких фиктивных документов. И завышенные заработные платы. Да, эти звания в последующем были аннулированы. В бюджет возвращено 2,9 миллионов тенге, которые им было незаконно выплачено. Недостатки в нормативных актах, например, позволили самостоятельно рассчитывать надбавки, что привело к завышенным выплатам. В отдельных спортивных учреждениях нашего города надбавки могли достигать 500% от зарплаты, включая административно-управленческий персонал. Надбавки назначались водителям, комендантам, архивариусам и другим сотрудникам, не связанных, например, с учебным процессом, которые непосредственно связаны с подготовкой спортсменов. В результате было выявлено таких 16 случаев на сумму 15,5 миллионов тенге. В настоящее время 13,3 миллиона тенге возвращено бюджет. Нарушения стали возможными из-за отсутствия такой единой электронной базы данных по присвоению спортивных званий. В следующем году профильное министерство планирует внедрить соответствующую информационную систему, которая поможет снизить такие риски. Анализ деятельности, например, управления занятости, выявил 199 случаев, когда трудоспособные члены семей получали документы о трудоустройстве от предпринимателей, снятых с налогового учета, к примеру. Этим получателям адресной социальной помощи выплачено 49,6 миллионов тенге. Также выявлены факты получения грантов на бизнес-идеи лицами, которые не регистрировались как предприниматели, или же зарегистрировались как предприниматели, но вскоре закрылись. По данным таким рискам, таким нарушениям управления, мы инициировали, чтобы они подали иски в суд. Уже возвращено более 14 миллионов тенге из средств, использованных неэффективно. Остальные случаи находятся в производстве уже судебных исполнителей или рассматриваются в суде. Еще один такой мониторинг, например, в сфере строительства, показал, что гарантийные сроки, которые внедряются профильными управлениями, они могли гарантийные сроки указывать от 2 до 10 лет. За последние 6 лет, например, городское управление строительства возвело 193 многоквартирных дома на сумму 154 миллиарда тенге. При этом во всех контрактах с подрядчиками установлены 5-летние гарантийные сроки. По итогам нашего анализа, они приняли завышенные теперь сроки. Теперь минимум 7 лет будет. Стоит отметить, что мы также мониторили и другие регионы нашей страны. Там были сроки, также и встречаются 2 года, например, на такие дома. Ниже, чем у нас, которые в последующем были призваны аварийными. И это все, можно сказать, такие коррупционные риски. Из-за таких недоработок все это будет ложиться на бюджет. И недобросовестные строители в этой сфере, по сути, можно сказать, могли остаться безнаказанными. Потому что карантинный срок только 2 года, и все. Дальше они не отвечают. А дальше жители, как хотите, так и справляетесь. А у Макимати денег нет. Тогда такой вопрос в связи с вашим ответом. Как часто или вообще бывало ли, чтобы госорган, то или иное управление к вам обращалось с просьбой промониторить их деятельность? Да. Например, проведенные наши внешние анализы коррупционных рисков, все они были инициированы самим госорганом. То есть они нам официально письмо направили. Просим для предотвращения таких коррупционных правонарушений и искоренения коррупционных рисков провести у нас внешний анализ коррупционных рисков. Это вот только в этом году или раньше тоже обращались с подобными? Раньше это все обращаются, да. Следующий вопрос. Какие меры предпринимаются для борьбы с коррупцией, ее предупреждения, ну помимо мониторинга, как уже было сказано? Помимо использованных вышеуказанных институтов, нашим департаментам проводятся и различные мероприятия. Например, в текущем году с целью формирования антикоррупционной культуры в регионе совместно с общественными активистами было организовано более 450 мероприятий, в которых приняли участие более 115 тысяч человек. С прошлого года, например, у нас реализуется проект антикоррупционное волонтерство, целью которого является привлечение активных граждан, которые, можно сказать, хотят нести свою лепту в улучшение города или той иной сферы. На данный момент у нас зарегистрировано 87 волонтеров, которые работают в четырех направлениях, такое как общественный контроль, антикоррупционное исследование, образование, пробоновое волонтерство и корпоративное волонтерство. Среди их задач, можно сказать, проведение разъяснительных мероприятий, мониторинг государственных закупок, мониторинг также и строительства автодорог, оказание госуслуг, например, в результате работы волонтеров в этом году удалось сэкономить 2,7 миллиарда тенге на государственных закупках. Также было организовано около 30 выездных мониторингов социальных объектов и более тысячи жителей получили бесплатные правовые консультации. Стоит отметить, что у нас на ежемесячной основе проводится акция «Народный юрист». Каждый месяц, последнюю пятницу, Акиматом совместно с профильными управлениями территориальными департаментами центральных государственных органов на безвозмездной основе также привлекаются и адвокаты, юристы, консультанты, которые оказывают консультативную помощь жителям, любым, которые придут на такую акцию. Помимо этого у нас продолжается реализация проекта «Бизнес-кижол», направлен на устранение таких административных барьеров для предпринимателей. С начала реализации проекта мы уже помогли более 3,5 тысячам предпринимателям. Есть 37 таких системных кейсов, системных проблем, которые сталкиваются предприниматели. С этими со всеми мы работаем уже с профильными управлениями совместно с региональной палатой «Атамикен». Стоит отметить, что наибольшая часть местных бюджетных расходов приходится на строительство социальных объектов. Проблемные объекты, такие как долгострой, подвергаются особой критике со стороны местных жителей. В связи с этим в прошлом году в городе были взяты на сопровождение у нас 5 таких проблемных долгостроя. Стоит отметить, что в прошлом году совместно с общественностью, благодаря таким мониторингам, без, можно сказать, таких привлечений самих подрядчиков, у нас все это на мониторинге проводится и с профильными управлениями, проблемный долгострой улицы Адербекова была сдана в эксплуатацию. В настоящее время 4 проблемных объекта у нас находятся под мониторингом. Давайте поговорим о волонтерах. Вообще волонтерство – это безвозмездная помощь, правильно? Зачем это нужно этим людям, которые работают волонтерами? Ну, можно сказать, это их внутреннее, можно сказать, убеждение, их воспитание. Если же человек в той или иной сфере знает решение тех или иных проблем, и он хочет улучшения данной ситуации, то мы их приглашаем. Мы их всех граждан, которые знают те или иные проблемы и готовы рассказать о них. Потом совместно с волонтерами мы здесь брейншторминг еще делаем, как ту или иную ситуацию можно решить, какие рекомендации можно сделать, может даже изменение тех или иных правил, или же это все можно будет решить и обычными, на местном уровне мероприятиями. Поэтому, я думаю, таких граждан нужно больше не только на госслужбе, но и в рядах волонтеров. Ну, вот сейчас человек посмотрит и скажет, да, я тоже хочу, а откуда узнать, когда вы проводите тренинг и когда проводите набор? Набор проводится на постоянной основе. Вы можете прийти, как я сказал, по адресу хазбек ВИТ-3. Здесь мы вас запишем как волонтеров, то есть вы здесь заявление пишете, просим принять нас в ряды волонтеров. Мы вас записываем. Вы выбираете, в какую сферу или в каком направлении вы готовы принести такую пользу свою. Поэтому, я думаю, их число будет еще больше. Ну и дополнительный вопрос по цифровому тенге. Что это вообще, насколько уже работает и какие результаты показывает? Для обеспечения прозрачности бюджетной политики требуется доступность информации о том, сколько бюджетных вообще средств достигает конечных получателей, что значительно снижает коррупционные риски. Введение механизма окрашивания денег для отслеживания бюджетных средств помогает, можно сказать, предотвратить их нецелевое использование. Председателям агентства, например, поручено качество исполнения проекта окрашивания денег, которые реализуются совместно с Национальным банком и Министерством финансов. На сегодняшний день механизмы цифрового тенге внедряются в нескольких регионах страны. В этом году планируется проведение пилотного тестирования цифрового тенге при строительстве отдельных участков автомобильных дорог, а также в рамках проекта «Аул Аманата» в Акмолинской области предоставление кредиты сельским жителям. С учетом поручения президента по пресечению практики хищения государственных средств в аграрном секторе одним из направлений внедрения окрашивания денег является приобретение сельского хозяйства и того оборудования. Если же пилотный проект покажет свою эффективность, я думаю, во всех регионах страны он будет реализован. А можно более подробнее о технологии окрашивания денег? Что это вообще? Это что, готовые тенге, они как-то по-особому отсвечиваются или что? Нет, он представляет собой электронные деньги с использованием блокчейн-технологий, которые можно будет рассматривать, куда и как эти средства, через какие предпринимательские организации они были выведены. То есть я правильно понимаю, если мы со временем полностью, допустим, ту же сферу грузокопок переведем на цифровой тенге, то очень легко будет отследить и коррупционных рисков будет меньше? Это все покажет пилотный проект. Поэтому я сейчас не могу вам сказать, что внедрение этого будет панацеей и искоренением всего коррупционного составляющего в нашей стране. Для того, чтобы все это проверить, как раз и пилотные проекты в отдельных регионах, в отдельной сфере и делаются, чтобы показать, какие могут быть проблемы, какие могут быть решения использования данных средств. Ну и последний, завершающий вопрос тогда. Что на ваш личный взгляд могло бы стать панацеей? Панацеей — это внедрение у каждого гражданина нашей страны принципов добропорядочности. То есть человек не будет терпеть не только коррупционные правонарушения, но и соблюдать принципы нулевой терпимости к любым правонарушениям, будь то обычный выброс мусора во дворах помимо мусорных контейнеров, тем более решение вопросов с использованием денежных средств, с представителями власти — это все должно быть чуждо гражданам. Формула профилактики и противодействия коррупции буквально проста — не давать и не брать взяток. Если же этого принципа будут придерживаться все граждане нашей страны, я думаю, коррупционная составляющая в нашей сфере, можно сказать, во всем нашей республике, оно сойдет на ноль. И вы останетесь без работы? Переобучимся на другую сферу. Спасибо.